Между тем, большинство школ Сургута работают в штатном режиме и даже реализуют новые методики преподавания. Например, в восьмой школе имени Сибирцева уже четвертый год практикуют гендерное образование в начальных классах. Первоклассник Марк спешит на урок. Впереди его ждут новые открытия и, конечно, встречи с друзьями. А товарищей у него много. Целый класс. Дело в том, что мальчик учится в так называемом гендерном классе. Это когда учеников делят на классы по половому признаку. Его мама, когда узнала о такой возможности, решила, что ее сын будет учиться только по такой программе. Мы живем уже в 21 веке, где надо отходить от стандартов. Скорее всего, видимо, поэтому. То, что он учится в данном классе с мальчиками, это наоборот придает ему силу, уверенность. Он не отвлекается ни на что. Марк с мамой согласен. У меня образ мальчика лучше. Почему? Потому что я с ним не играю. Гендерное обучение в восьмой школе практикуют четвертый год. Прежде всего, в силу различий психологических особенностей младших школьников. Мы знаем, что девочки в этом возрасте опережают развитие мальчиков. Поэтому мы решили в своем образовательном учреждении начать реализацию гендерного подхода, чтобы создать условия комфортные как для девочек, так и для мальчиков, дабы добиться результативности образовательного процесса. И уже можно говорить о результатах. Успеваемость в таких классах выше. Дети лучше раскрывают личностные качества и даже меньше болеют. Все дело в психологических особенностях того или иного пола. Например, в решении конфликтов. Мальчики, они особенные. То есть, если перед ними стоит какая-то задача, они всегда знают, как ее решить. Они именно с большинством конфликтов стараются справляться сами, самостоятельно предотвратить назревающий конфликт. Когда же конфликтуют девочки, без учителя не разобраться. Да и в методах преподавания есть различия. На уроках, в отличие от мальчиков, с девочками мы не используем элементы соревновательности. Потому что девочки часто переживают из-за неудач своих. А взаимовыручка – это для девочек более характерно. Нынешние четвероклассники, первые в эксперименте, за год раздельного обучения сумели оценить преимущества гендерных классов. Девчонки вечно на уроках мешают. Когда начинаешь рассказывать, они то либо засмеют, или что-нибудь там такое либо сделают. А вот с мальчиками мы друг друга понимаем, никто никого не обсмеивает. Девочки же высказали гораздо больше аргументов. Я думаю, что когда ты в классе с мальчишками, то ты не можешь рассказать секреты. Потому что, если, например, в девчачьем классе, не так страшно поучить двойку. Потому что, если будешь учиться с мальчишками, они могут позмираться. Преподаватели уверены, несмотря на раздельное обучение, недостатка в общении с противоположным полом ребята не испытывают. Дети общаются на внеурочных занятиях и переменах. Иван Годунов, Светлана Себелькова, Сергей Колотов. Сургут Интерновости.